Этот замок неделю назад установил один из жителей дома, но шаги на чердаке так и не стихли, говорят жильцы. Сегодня они пересилив свой страх, впервые решили взглянуть на убежище своего непрошенного соседа. Матрас в углу, стол из найденных где-то ящиков, остатки уже сгнившей еды и одежда. Всё это указывает на то, что жизнь на чердаке идёт своим ходом, несмотря на все попытки жильцов выселить соседа. В полицию звонили, в управляющую компанию. Как видите, ничего не происходит. Здесь замка не было, когда они ходили отсюда. Сейчас ходят откуда-то с другого подъезда. По словам людей, мужчина живёт на чердаке около месяца. За это время он провёл освещение, присоединившись к общедомовой электросети. Такая наглость жильцов крайне возмутила. Они заявили, что не готовы оплачивать чужие счета и вообще им не нравится вся эта антисанитария. Это неприятно, потому что они живут почти под нами. Грязь, вонь, это всё мешает. И самим гостям, даже, допустим, когда приходят, это некрасиво. Помимо того, что здесь можно спокойно выспаться, здесь есть все условия для комфортной жизни. Можно почитать литературу, она даже есть на английском языке. А вот музыкальные пластинки разных жанров. А местную систему отопления они используют как источник горячей воды, чтобы помыться. Сотрудницы ЖЭО сообщили, что неоднократно видели местного бездомного, который кочует среди шести подъездов многоэтажки и ищет доступ на чердак. Замки он постоянно срывает, поэтому жилищники уже ничему не удивляются. Жалобы поступают к ним не первый раз. В заброшенных домах они живут летом, когда на улице тепло. А когда холодно, они куда деваются? Идут к нам в подвалы. Или, допустим, на Тинчурин там есть теплотрассы, бойлерные такие. Они туда залазят. Вот недавно тоже приходили, нам жаловались тепловики, что у них взламывают постоянно теплотрассу. Сегодня управляющая компания пообещала повесить на дверь чердака антивандальный замок. А пока жильцы написали заявление участковому.